Встретились с Натальей мы в 9 утра. Несмотря на профессиональный праздник, она продолжает свой ежедневный обход. И уже к этому времени успела купить все необходимое для своих подопечных. Слава Богу, кормилица моя приехала. Я очень довольна, слава Богу. Так, Ольга, Григорьевна, сейчас продукты. Яблочки. Да, там у нее вот ручки есть, а я купила. Так вот, сметанку. Видите, как нас обслуживают? Ну что они жить? Первым делом разбираются продукты и подробно сверяются чеки. После того, как все формальности учтены, наша героиня справляется о здоровье пенсионеров. Давление утром мерили? Мерила. У меня давление сегодня немного упало. Но я уже попила кофе, позавтракала. Так что, не знаю, есть смысл тебе мерить. Ну, проверить, чтобы ты не думала. Чтобы вы были спокойны, и я ушла от вас спокойно. Для пожилых людей важно внимание. Поэтому каждый раз они с нетерпением ждут Наталью. У нас с ней очень доверительные отношения. Мы так привыкли к друг другу. Помогает она мне во всем. И советом, и добрым настроением. И никогда. Я чувствую, она торопится. Но все-таки она выслушает. А я рада пожаловаться. А я рада рассказать ей о чем-то что-то. И вот так поделимся. И все у нас нормально. А вот Римма Ивановна Соломатина сама несколько лет трудилась в рядах социальных работников. И знает, насколько это сложная и ответственная работа. Важно не только обеспечить повседневные бытовые нужды пенсионеров, но и просто выслушать. Для многих Наталья Кузьменко стала частью их семьи. Там муж. Там я со своей собакой. Это было давно. И как раз это за год до смерти мужа. Конечно, разговорами помощь социального работника не ограничивается. Порой нужно и убраться, и постирать, и окна помыть. Каждая встреча с Николаем Михайловичем Агеевым начинается с готовки. Наталья старается приготовить сразу на несколько дней, чтобы облегчить жизнь одинокого пенсионера. В день социальный работник обходит 5-6 человек. И к каждому нужно найти свой подход, подбодрить, помочь, научить. Мне очень работа нравится. Я вот три года скоро работаю. Мне нравится. Прямо каждый день на таком энтузиазме. Я стараюсь выехать из дома и всем в течение дня принести, даже если у меня у самой нет настроения, но я стараюсь прийти и улыбаться. Но это моя семья. И я живу. И с ними вместе, как за свою семью переживаю, так же переживаю за них. Нашу героиню пожилые люди всегда с нетерпением ждут. Давно считают родной, поэтому называют просто Наташей. И может, благодаря именно этим встречам продолжают жить. Алексей Мельников, Николай Карбанов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok